Когда ты пьешь свой сладкий черный кофе или сладкий черный чай, ты не догадываешься, какая тьма скрывается в черноте твоей игрушки. Эта история началась там, где живет единственная известная на Земле ядовитая птица, и до середины 20 века процветали каннибалы и охотники за головами. Из всего, что ты сейчас услышишь, только один факт будет выдумкой. Или не будет? Попробуй угадать. Сахарный тростник освоили первым, судя по всему, папуасы на островах в океане. Потом в Индии догадались, что из его сока можно получить такие же сладкие сухие крупицы. Мог бы кто-то из тех умельцев подумать, что сахар это молекулы из углерода, водорода, кислорода, без которых невозможно ничто живое, и гликольальдегид. Это соединение есть в межзвездном газе, недалеко от центра нашей галактики Млечный Путь. Оно отец? Или мать? Или отец? В общем, точно пока не знаем. Но оно входит в состав рибозы и дезоксирибозы, основы основ твоих РНК и ДНК. Признайся, ты ведь не думал, что у тебя, твоей зефирки к чаю и межзвездного газа в центре нашей галактики могут быть общие родственники. Но обычный столовый сахар изменил ход истории только когда попал в Европу. В 16 веке дорогие смартфоны и фотки с отдыха заменял сахар. Если ты хотел показать какой-то успешный, то надо было держать в доме мешочек белого золота. Так называла его европейская знать. В параллельной вселенной, где кошки заводили бы себе людей, питомцам могли бы скармливать сахар как нечто самое бесполезное в мире. Сами коты не могут чувствовать вкус сладкого, их рецепторы на языке не реагируют на сахар. Но этим белым порошком было слишком выгодно торговать в нашем мире. В только что открытой Колумбом Америке тростник прижился, добывая белое золото, сколько рабов хватит, а их не хватало. Сахарные магнаты вложились в машину роботорговли, и с Африки в новый свет три века тянулись корабли с людьми в цепях. В итоге, три столетия подряд, треть всех заморских богатств европейцев зависела от производства и торговли сахаром. Для сравнения, это больше, чем нефть имеет влияние в мире сейчас. Если вы думаете, что это всего лишь старинные байки, то эээй, полегче. Сахар и сейчас надерет, наберет себе в послужной список немало неожиданного. Например, бумажные самолетики, устойчивые к жаре, воде и воздушному сопротивлению, на скорости в семь раз выше скорости звука. Их бумага сделана из багассы, выжимки от сахарного тростника. 30 самолетиков, каждый по 30 сантиметров, собирались запустить с МКС еще в 2008 году. Так и не запустили, не придумали, как отследить, где сядут. Датчики не поставить, а поверхность земли на 70% это вода. Зато все получилось у химиков, которые хотели сделать сахарную батарейку. У их модели в 10 раз выше плотность энергии, чем у литий-ионных аккумуляторов, ваших смартфонов, планшетов и ноутбуков. Но ты будь поосторожней с сахаром. Сам понимаешь, об этом не принято говорить. Он посильнее самых сильных наркотиков. От сахара бывает такая же зависимость, даже ломка. А все потому, что он как наркотик приводит к резкому выбросу дофамина в твоем мозгу. А дальше мало кто может остановиться. Да и за это не сажают, наверное. Спасибо за просмотр. Ставь лайки, делись с друзьями. Будем делать новые такие ролики. Пиши в комментариях, нашел ли ты псевдофакт и какой. Или такого здесь не было. Правильный ответ в следующем выпуске. Кто бы мог подумать? Да пребудет с тобой наука! Субтитры подогнал «Симон»!